Безусловно, центральной темой обсуждения в Республике Башкортостан на прошедшей неделе была тема включения центрального отопления. Как говорится, дожили. Это событие случилось с подачей дорогого Радифаритовича, который в минувший понедельник на оперативке внезапно повелел включить отопление по всей Республике Башкортостан к 8 вечера. К 8 вечера, конечно же, отопление почему-то не включилось. Не то чтобы по всей Республике Башкортостан, а даже по всей Уфе, например. Через сутки, наверное, примерно половина жителей Республики Башкортостан ощутили тепло в своих квартирах. И дальше случился вообще уже какой-то абсолютный сумбур из тех новостей, обсуждений, сетевых проявлений и так далее. Подытожим, что до сих пор существенная часть многоквартирных домов в Республике не обеспечена теплом. Также происходили какие-то странные истории на тему того, что в некоторых домах и даже районах и городах отопление включилось на один день и выключилось. Ну, то есть, типа того, что задачу выполнили. Отслеживать точно адреса, где включено, где не включено, не представляется возможным. Никакой инцидент на это дело не работает, естественно. Упаси бог инцидент, такую информацию собирать они тут же, наверное, взорвутся. В общем, хаос. Что послужило причиной вот этой истории и вот этого провала на самом деле? В попытке зачем-то пропиариться, господин Хабиров решил так вот милостливо облагодетельствовать все население сразу, включаем всем. Он не учел несколько моментов, очень существенных моментов. Во-первых, недалее, как на предыдущей оперативке, предшествующей и последней, упоминалось, что 30% теплоснабжающих организаций в Республике Башкортостан не допущены Ростехнадзором до своей работы и имеют существенные недостатки, которые нужно срочно устранять. Как в такой ситуации можно было отдать вот эту зычную команду, включить всем отопление, я не понимаю. То ли память короткая, то ли, значит, Ростехнадзор для них нечто такое несущественное и неважное, не знаю. Ну, и во-вторых, конечно, подвели исполнителя. Потому что, дорогой Радий Фаридович, все еще пребывает в иллюзии того, что если он что-то сказал, то оно сразу сделалось. Нет, дорогой Радий Фаридович, это далеко не так. У вас работают несколько тысяч человек, ваших подчиненных в той или иной степени непосредственности, большинство из которых на самом деле работать не умеют. Не хотят или не будут. Там вариации разные. И что бы вы им ни говорили, что бы вы им ни повелели, они не будут этого исполнять. По разным причинам. Ну, вот история с теплом – яркое подтверждение вот этой вот теории. В итоге что имеем? Имеем безумное количество нервов и эмоций, истраченных в адрес действующей власти. Имеем там бессонные ночи коммунальщиков, которые в отчаянии пытались все-таки, если не запустить отопление, то хотя бы отчитаться об этом деянии. Ну и имеем, конечно, совершенно отрицательный рейтинг, по крайней мере, движения в отношении вот этой истории. То есть отопление, дорогой Владимир Фаридович, подключить не смог. Вторая тема нашего сегодняшнего выпуска вполне бы подошла для нашей рубрики «Дайте глупости шанс». Я говорю о автобусной остановке в селе Ордатовка Туймазинского района Республики Башкортостан. Казалось бы, незначительное событие, но сделали остановочный павильон и сделали, превратилось в шоу федерального значения. Про эту остановку писали крупные издания, про нее упоминал известный блогер Варламов, знаменитый своим пристрастием к республике и к Уфе в отдельности. В общем, в чем, собственно, там дело. В селе Ордатовка Туймазинского района установили остановочный павильон, который представляет из себя кусок профнастила, покрашенного в патриотические цвета. Одна боковая стенка, какие-то квадратного профиля трубы, покрашенные наскоро грунтом, и, собственно, и все. И всю эту штуку бросили на землю, обвешали шариками и торжественно открыли. Вот в чем был весь изюм. В том, что могли бы вообще никто и не заметить эту историю в селе Ордатовка, но дальше история стала раскручиваться. Выяснили, что вот это чудо из куска железа и куска железа стоит по смете 99 тысяч рублей. Ну и, в общем, началось федеральное обсуждение стоимости этой остановки и вообще глупости и наглости местных властей, которые еще и устроили из этого безобразия шоу. В конечном итоге на защиту металлического павильона в селе Ордатовка стали такие, прямо скажем, страшные силы. Например, депутат Государственного собрания, а в прошлом министр финансов Рида Субханкулова, сочла нужным прокомментировать эту историю. Рассказала, что, оказывается, в стоимость этого павильона входило и асфальтирование вокруг него. Но его почему-то сразу не сделали, дождик шел или что, значит, а теперь заасфальтировали. И на новых фотографиях, которые мы увидели уже, когда разгорелся весь этот скандал, остановка, прямо скажем, начала преображаться. У нее появилась третья стенка, у нее действительно появился асфальт, она как-то немножко изменилась цветом. Ну, вот еще немножко поднажать Варламову, я думаю, что в этом железном павильончике появится и бесплатный Wi-Fi. Так уж получается, что сегодняшний выпуск у нас в основном состоит из каких-то микросенсаций или даже макросенсаций. Ну, а все они так или иначе уже прошли в федеральных новостях или там каких-то крупных изданиях. И вот третьим эпизодом у нас пойдет, конечно, история про то, как косили траву в снег. Известный общественный деятель, выдающийся участник Совета по правам человека и надежды, собственно, гражданского общества Республики Башкортостан, Азамат Галин, крупный эксперт в области оценки верхнего и нижнего гардероба, опубликовал в своем блоге, в своем аккаунте видео того, как какие-то работники то ли коммунальных служб, то ли дорожных служб косят при помощи мобильных коз, механических и электрических, траву, в дикий снегопад, мимо несутся фуры, снег залепляет глаза. В общем, конечно, вся Россия хохотала, но мало кто в России знает, почему так случилось вообще, откуда вот эти отчаянные самоубийцы, которые вышли на улицы, на дороге и стали косить траву под снегом. Недалеко, как на прошлой оперативке, дорогой Радифаритович опять по-страшному наехал на Мухаммедьянова за то, что у него содержание дорог не осуществляется. Трава, бурьян, грязь не убирайте по 3-4 недели, кричал Радифаритович на оперативке. И безжалостный Мухаммедьянов повелел исправить недочет. Несмотря на погодные метеоусловия, практически штормовые работники дорожных служб, не жалея живота своего, пошли косить траву под снегом. В общем, опять прославились на всю Россию. Все мы, так или иначе, периодически вынуждены внимать каким-то обращением, каким-то сюжетом, в которых присутствуют наши большие начальники, и президент страны, и премьер-министр, и дорогой Радифаритович, и поменьше начальства. Хотим мы этого или не хотим, они являются для нас генераторами определенных новостей, определенных событий, статистики, каких-то данных, над которыми мы периодически задумываемся. Ну вот, и, естественно, дорогой Радифаритович тоже не исключение. Он у нас первый поставщик всевозможных новостей, радостных и не очень. На этой неделе господин Хабиров опубликовал в своих соцсетях пост о том, как он в очередной раз спас людей. Помните, он спасал алкоголиков от некачественного алкоголя, теперь он просто спасает людей от смерти. В этот раз Хабиров сообщил нам, что в отчетный период почему-то в 7 месяцев он спас теперь уже 2424 человека абстрактно от смерти. Сравнил это количество с населением какого-то там небольшого или большого поселка. Очень гордился этим. Мы отмечаем про себя, что Радифаритович тяготеет вот к этому вот супергеройству, спасать людей. Но тут, как говорится, дьявол в деталях и в цифрах. Вот эта цифра 2424 человека. Это, по словам Хабирова, то снижение смертности, которое наблюдается почему-то за 7 месяцев отчетного периода. Однако, нам стали доступны данные из Минздрава. Дело в том, что в Минздраве работают не только абсолютно оголтелые и безбашенные пропагандисты, но и, в общем-то, профессионалы, люди, которые знают на самом деле, как должно быть все устроено, люди, которые видят реальную статистику. И время от времени мы получаем эту статистику из Минздрава Республики Башкортостан. Так вот, именно за тот период, о котором говорил дорогой Ради Фаритович, на самом деле смертность снизилась, но на 1370 человек. Вот здесь впору поговорить о том, каким образом формируются тексты, информация, данные, которые впоследствии передает в открытое пространство первое лицо. Республики, страны, районы, я не знаю. Существует некая система подготовки этих данных, этой информации, скажем, на уровне главы Республики. Это целая референтная служба, люди, которые готовят тексты, доклады, всевозможные выжимки информации, какие-то дайджесты и так далее. Но кто же готовил Хабирову вот эту информацию? Он дает цифру 2424, посвященные медики смеются и понимают, что это на самом деле почти вдвое завышенная цифра, но ведь еще и в итоге население получает ложную информацию. Вот это очень опасная история. Я не критикую здесь лично Хабирова, только потому, что он не специалист, он не эксперт, и он не может фактически отвечать за вот эти цифры, ну, по крайней мере, своими компетенциями. Однако своим положением он должен отвечать за эти цифры. И вот сейчас я открыто заявляю, что господин Хабиров на самом деле в этом сообщении о том, что он спас 2424 человека, наврал жителям Республики Башкортостан, на самом деле эта цифра 1370 человек. Более того, статистика, которая на самом деле существует в Минздраве, вызывает и даже в том виде, в каком она там у них есть, массу вопросов. Например, однозначно прослеживается некая манипуляция статьями смертности, потому что вот именно за этот отчетный период, которым было предписано сильно гордиться, там на 12 человек снизилась детская смертность в Республике, но странным образом в три с половиной раза возросла смертность от старости. Есть такая, значит, как бы статья, да, группа смерти. Но позвольте, по тем же самым отчетам Минздрава и дорогого Радия Фаритовича, в Республике за последний год несколько выросла продолжительность жизни. А рост продолжительности жизни и рост смертности от старости – это взаимопротиворечащие понятия. В общем, очевидно, что статистика Минздрава даже в закрытом своем виде для служебного пользования все равно не является окончательно достоверной. Я делаю глобальный вывод, что данными по смертности в Республике Башкортостан самым отчаянным образом манипулируют. Мы помним, что Путин несколько раз сделал Хабирову замечание о том, что в Башкирии какая-то рекордная смертность, очень пугающая цифра, и надо с этим что-то делать. Судя по всему, отчитаться перед президентом страны будет главной задачей Хабирова, а уж смертность, как говорится, подождет, и вот тут пойдет в ход, естественно, манипуляции цифрами. Я полагаю, что Минздрав Республики Башкортостан манипулирует данными по смертности. А несчастному Радио Фаридовичу еще и подсовывают вот эти ложные записки, чтобы он был, по крайней мере, в глазах посвященных медиков посмешищем. Но рано или поздно и население будет понимать, что доверять этим цифрам не стоит, а вот стоит один раз, как говорится, проколоться, и потом уже верить вообще не будут. В общем, я думаю, что Хабирову нужно обратить пристальное внимание на то, кто и как готовит для него вот эти вот материалы с данными, с цифрами и с фактами, чтобы навести в этой сфере порядок. В предыдущем обзоре оперативного совещания у главы Республики в правительстве я упоминал о том, что на этом совещании, на этой оперативке отсутствовал господин Мурзагулов. Я предполагал, что он, может быть, в отпуск ушел, может, его там пока отстранили, значит, от этих мероприятий. На самом деле выяснилось, что нет. Господин Мурзагулов ни в отпуске, ни в Каталонии, хотя лучше бы, наверное, ему было находиться в Каталонии. Оказывается, он участвует в оперативках, но эти оперативки носят весьма своеобразный характер. Не далее, как в прошедшую пятницу, вчера, в одном из кафе города Уфы, в центре города, разыгралась весьма примечательная мизансцена. В рабочее время, в 11.20, за угловым столиком кафе был замечен господин Мурзагулов с какой-то барышней, сидящей, попивающей кофе в одежде, вовсе далекой от делового стиля, которая пристала бы ему соблюдать, наверное, в рабочее время на рабочей неделе. За соседним столиком сидел господин Филиппов и напряженно беседовал с неким третьим господином, который, собственно, и будет главной фигурой в этой всей истории. Мурзагулов, прямо скажем, мало внимания уделял своей спутнице, пристально наблюдал за Филипповым и его собеседником. Очевидно, что он понимал, что происходит некая важная встреча. Беседа длилась достаточно долгое время. Не могу сказать точно полное содержание этой беседы, но знаю, что в ней обсуждались некие строительные объекты и строительные процессы, причем не бывшие, а будущие. Подсудимый Филиппов, пожалуй, наверное, с полчаса обсуждал со своим визави свои проблемы и свои дела, что-то решали. Впоследствии его собеседник встал и, не прощаясь ни с Мурзагуловым, ни с Филипповым, поспешно покинул кафе. Что же, собственно, это было? Собеседником господина Филиппова, подсудимого Филиппова, подследственного Филиппова, был никто иной, как руководитель правового управления администрации главы Республики Башкортостан, Игорь Викторович Бреймайер. Персона, прямо скажем, мало кому известная. Вообще, господин Бреймайер очень незаметный человек. Из тех, кто на улице мимо пройдет и не запомнишь. Тем не менее, фигура эта весьма могущественная и значимая в конструкции власти Республики Башкортостан. Игорь Бреймайер выходец из федерального Минюста и работает в администрации уже довольно давно. Он работал у Хамитова, и он работает теперь у Хабирова. Более того, при Хабирове он существенно продвинулся по служебной лестнице, заняв пост руководителя правового управления главы Республики Башкортостан. Известно, что Игорь Викторович Бреймайер обладает обширными связями в судебных кругах и в кругах силовиков всех мастей. О чем могли беседовать Филиппов и руководитель правового управления главы Республики Башкортостан за несколько часов до очередного судебного заседания по делу господина Филиппова, остается только догадываться. Чем мог бы быть полезен руководитель правового управления администрации главы Республики, подсудимому по экономическим статьям бывшему вице-мэру города Уфы Филиппову, остается загадкой. Можно многое предполагать, можно многое нафантазировать, но мы этого делать не будем. Однако, примечательно и то, что после того, как господин Бреймайер достаточно конспиративным образом покинул кафе, один, без сопровождения Филиппова, господин Филиппов встал и подсел уже к Мурзагулову. Очевидно, что Мурзагулов то ли был контактером, то ли он их сводил вместе, то ли, как говорится, присматривал за этой встречей, но, в общем-то, Филиппов поспешил отчитаться Мурзагулову о том, как прошел разговор, о чем говорили, до чего договорились и так далее. Некоторое время они мило беседовали, ну и впоследствии, значит, разошлись. Очень важная, интересная история в том смысле, что в этом контакте просматривается некая попытка, видимо, все-таки налаживать взаимодействие Филиппова с нынешними властями. Вообще, в последнее время он ведет активные переговоры. Несколько дней назад господин Филиппов был замечен на встрече с господином Носковым. Оба этих подсудимых на данный момент, оба по экономическим статьям, сидели и беседовали в отеле Кронплаза, видимо, обсуждая там то ли свою позицию по некоторым вопросам в суде, потому что они там пересекаются, и Носков упоминается в деле Филиппова, то ли они там вырабатывали какую-то там линию защиты. Я не знаю, о чем шла речь между ними, но, тем не менее, факт остается фактом. Носков и Филиппов интенсивно встречаются, обсуждают, видимо, решают какие-то вопросы. Стоит отметить, что буквально через несколько часов после вот этой примечательной встречи господина Бреймэра и господина Филиппова в кофейне состоялось очередное заседание суда в отношении Филиппова, на котором была предпринята попытка опять перевести стрелки, выражаясь специфической лексикой этой публики, на бывшего мэра Уфы господина Елалова. Была предпринята попытка навести судебное следствие на мысль о том, что ни один Филиппов участвовал во всех этих процессах, а еще и Елалов, и чуть ли он там не был самым главным. Складывается впечатление, что Елалова опять пытаются втянуть в эту историю, сделать подельником Филиппова. Такая попытка предпринималась еще при Хамитове. Сейчас снова возобновилась эта история. Я не знаю, каковы перспективы этого процесса. Возможно ли Елалова втянуть в ту зону ответственности, в которой сейчас находится господин Филиппов. Но главное, что я отмечаю в этой истории, то, что Филиппов вышел на уровень контактов типа Бреймайера. Возвращаясь к Бреймайеру, могу сказать, что господин Бреймайер при всей своей неприметности, незаметности и неизвестности широкой публике слывет неким переговорщикам по очень сложным вопросам. То есть, и вопросы эти достаточно далеки от правового поля. На самом деле, я имею в виду его непосредственной профессиональной деятельности в администрации главы. Речь идет о неких щепетильных договоренностях, разруливании различных неудобных и неприятных историй и так далее. Если здесь предположить, что господин Бреймайер как раз-таки выступает в роли Решалы, который, условно говоря, берется за решение судьбы господина Филиппова при участии администрации главы республики, то возникает вопрос, при чем здесь те строительные объекты, которые обсуждали они в ходе этой беседы. В общем-то, прямо скажем, Бреймайер и строительство – это вещи абсолютно далекие друг от друга. Возможно, я предположу, что речь о строительстве, о каких-то подрядах шла именно в качестве определенного материального обеспечения тех процессов, о которых говорили эти два человека. То, что на этой встрече присутствовал Мурзагулов, для меня неудивительно. Давно известный факт, что Филиппов Мурзагулов – это неразрывно связанные персонажи, в первую очередь в деловом плане, и встречаются они достаточно регулярно. Информация об этом мне поступает тоже регулярно. А вот встреча Филиппов Бреймайер на самом деле произошла впервые. В общем, не буду говорить, каким образом все эти материалы, эти фотографии и видео попали ко мне, но могу сказать, что стриминговое движение в республике Башкортостан набирает свои обороты. И вот с подобной наглостью надо завязывать, я имею в виду, встречаться при столь щепетильных обстоятельствах в столь публичных местах – это, конечно, для опытного оперативника Бреймайера было большой ошибкой. Мы обещали пристально следить за деятельностью Совета по правам человека, который совсем недавно был создан в Башкирии. И вот кратко, что произошло за последнюю неделю, и какова была деятельность Совета, какие результаты. Ну, самым главным, конечно, результатом было нахождение украденного сотового телефона. Это знаменательное событие произошло в микрорайоне Сипаилова. В общем-то, всегда раньше это было безнадежно. Если у тебя в Сипаилово украли телефон, иди покупай новый. Но не тут-то было. Совет по правам человека вступил в неравную борьбу с криминалитетом, и при помощи Наташи Павловой мобильный телефон несчастного был найден. Вторым эпизодом, на самом деле, будет не такой криминальный, не такой комичный эпизод. Второе – это заявление Владимира Барабаша, председателя Совета по правам человека, о том, что он берет на личный контроль ситуацию с выплатами вкладчикам «Золотого запаса». Следуя тому посту, который опубликовал Владимир в своих соцсетях, я делаю вывод, что он провел анализ активов компании «Золотой запас» и группы компаний, которые входят в эту систему. Ну, Барабаш пришел к выводу о том, что активы компании позволяют со временем выплатить деньги вкладчикам, ну и будет следить за этим пристально. Ну, и, как говорится, и слава богу. Лишь бы у семи нянек дитя без глазу не оказалось, но надеюсь, что в этот раз будет не так. На прошедшей неделе ко мне вновь обратились дольщики объекта Менделеева-128-1, этого знаменитого многострадального Менделеевского треугольника. Собственно, ничего нового я не услышал. Они звонили, сказали, что у них полностью отменилось все то, что должно было случиться. Честно говоря, я вот даже сердился на них немножко за то, что вот происходило с ними этим летом, а происходило следующее. В начале лета, даже в конце весны, в конце мая, накал страстей там дошел до пикового уровня. Жители, вернее, дольщики этого дома вывесили на фасаде огромный баннер с обращением к Путину. Путин, помоги. Значит, готовы были на всякие акции. Понимали, что их обманывают, что там ничего не делается, и все эти схемы не работающие. Но администрация района, прокуратура, в том числе администрация главы республики, предприняли титанические усилия для того, чтобы на период перед выборами дольщики этого объекта были ниже травы и тише воды. Собственно, это им удалось. Людей разделили, заморочили, заболтали. Они стали думать, что нужно посидеть тихо, чтобы потом все получилось. В итоге получилось все ровно наоборот. Выборы закончились, и даже та техника, которую пригнали на площадку для имитации того, что вот-вот начнутся работы, куда-то делась. Теперь там нет техники, теперь там нет людей, теперь там нет вообще никакого движения. Выборы прошли, и до свидания называется эта ситуация. Вот, собственно, о чем меня попросили рассказать отчаявшиеся дольщики вот этого самого долгого, 12-летнего долгостроя в республике Башкортостан. И, собственно, эта ситуация, конечно, во многом иллюстрирует ситуацию с остальными объектами долевого строительства в республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова